мы приехали дописать заявление это одно второе выше не первый день на съемку закон который разрешает с видеокамерой показать и назову статью сейчас хорошо именно нажимный ладно короче дело не в этом во первых он не режим скажите пожалуйста хорошо вы не хотите вызывать все-все выходит мы на улице подождем сейчас вам все допишите у меня есть следующий вопрос там просьба маленькая позади где где конкретно берут взятку или что вы тоже как слуны свалились да вот мы сейчас вам взялся покажем выполнили вашу работу выжил ну выше как позову скажите меня александр замены приступа дежурный смотрите мы сидели три часа в кустах выполняли вашу работу фиксировали бандитов фиксировали которые снимали годниками это бандиты для нас взятки брали а теперь вы хотите чтобы вам еще и видео дали вы таки а так мы будем знать как действовать а мы сейчас дадим показания вдвоем люди видели очевидцы могут же прийти к вам и сказать мы видели взятку могут ну вот пришли люди а я вам просто говорю что я видео в ютуб выложу и потом по жопе попадет и вам и прокуратура пойдет по жопе и всем кто не отреагировал я дождусь реакции я всегда так делаю это классно конечно хорошо хорошо я называю закон почему статья 26 закона украины про державный раз можно это же не страшно не 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 это у меня надо было злуминировать куда я могу заходить я просто не понимаю зачем этот конфликт вы же вы знаете прекрасно что мы миллион раз заходили видео ролики мы снимали вроде и по всей украине почему именно в васильевке нельзя это делать что у вас там такого страшного мы же не собираемся делать никакой балаган просто прийти все зафиксировать для для наших читателей наших подписчиков чтобы они видели это вся история зачем препятствовать ну так давайте будем мирно мы закончим и уедем вообще не хотели сюда ехать нас попросили подъехать мы подъехали у меня райотдел режимная часть я еще раз повторяю что у вас это ваш частный райотдел это орган исполнительного власти какой исполнительный сейчас это служащий персонал если вы хотите знать для людей если правда правильно обслуживаем помогаем сейчас вас опросят на улице подождаем сейчас в кабинет вас пригласят на улице пока подождать сейчас две минуты вас проведут в кабинет где вас нас торопили там приезжайте скорее мы смотрите нам не принципиально я вам честно скажу александр я не хочу вас перебивать но нам сюда вообще не принципиально приходить мы даже не хотим вас не будет вас пригласили задачи пояснения вас сейчас именно в кабинет пригласят придадут вам возможность присесть где вас с удовольствием попросим можно улице дождь сейчас конечно спасибо ну как вы думаете действия данных сотрудников василик я просто вызывает это улыбку я не знаю саша мне как раз останавливал ты улыбаешься ты портишь сюжет насчет улыбок но это не может не вызывать улыбку ребята но это на самом деле это просто цирк цирк один второй третий одно и то же толдычи так вы уже не первый раз вы то ну 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 сами оцените действия этих сотрудников сами оценить он выходит и он только что почитал я вам кстати показал закон закон украины про другого не засоба что я имею право заходить в разные установы в том числе и режимные объекты хотя не это не является режимный объектом это это ребята райотдел сюда люди заходят круглосуточно с чем угодно обратите внимание я вам больше скажу обратите внимание что в райотдел так просто не зайдешь здесь есть замок электронный здесь есть электронный замок здесь просто кодовый то есть если у вас что случится вы приближите в райотдел попасть сюда не сможете я конечно не радоваться не вы просто не рады нам нет все ребята пришли нет все ребята пришли пошли пошли ну какой еще там материал отберите ну отберите выстреливай ну а сюда уже написано к примеру 18 рейс я зафиксировал на видеокамеру дачу взятки водителям автомобиля работнику для клей да мы что вы писали ланцер какого цвета все выгнался не пометался перегистрация но но да Здравствуйте. К Трегубинка, к начальнику. Ку-сен-ко. Да, да. Куницкий. Куницкий. Ну, мотоциклом, да? Я понял, хорошо. Хорошо. А по поводу хого вопроса? По личному. Это же личный вопрос? Или общественный? Не знаю. Тогда не по личному, а по инциденту, который произошел вчера. На посту Тарелка. На посту Васильевки. Если не хочет по личному, то так. Ну, мы с ним пообщаемся, мы можем попасть? Покажем, да и все, и сразу же, чтобы наручники ему одели в тюрьму. А что вы хотите его увидеть? Интересный вопрос. Это он за мной такой вопрос? Он непосредственный руководитель Запорожской области, исполняющий обязанности. Его не интересует то, что ему подчиненные берут взятки. Не только помидорами, а рыбой и деньгами. Извините, что вы опять переживали просто так. Здравствуйте. Мы вас оторвали от обеда, да? Мы извиняемся, просто мы только приехали. Специально к вам хотели, чтобы вы из первых рук от нас, очевидцев, узнали о произошедшем. Я знаю, вам докладывали, да? Ну, я, в общем-то, из первых рук я бы это и узнал бы от сотрудников СОК. Ну, сотрудники СОК, они не являются, к сожалению, первоочередным источником. Мы вчера находились у вас на посту, на тарелке, так называемой, в Васильевке. Расположились мы в непосредственной близости от поста. И порядка двух-трех часов мы наблюдали за работой этого поста. Что удалось увидеть? То есть, ну, я не говорю там о бесконечных остановках, непонятно по какой причине водителя и всевозможных автотранспортных средств. Имелись факты получения непромерной выгоды денег. То есть, зафиксировано несколько взяток, конкретно инспектор, который берет деньги у водителя. Плюс... Сказали несколько взяток? Две. Да. В каких размерах, в каких суммах? Ну, на одном карте фигурирует 50 гривен, четко видно. На одном фигурирует 100. То есть, ну, вот... А важно это в каких суммах? Конечно, важно. Это журналист. То есть? Ну, если, к примеру, он возьмет 5 гривен, этот сотрудник останется на работе? Вы хотите, чтобы я сделал вывод с ваших слов? Да нет, мы пришли к вам на... Я хочу, чтобы вы, как минимум, были заинтересованы в том, что мы вам рассказывали. Я вас заинтересован, я вас слушаю. То есть, какие выводы? Ну, я не понимаю. Я думаю, что вы, как руководитель, должны были давным-давно получить рапорта уже этих сотрудников, в которых четко было все описано. И мы пришли разобраться по этим рапортам. То есть, что нам удалось фиксировать, что они поясняют, то есть, чтобы это показать общественности. Как вы отреагировали на те факты? Это понятно. Мы неоднократно фиксировали их, это мы видели не раз. Мы увидели вчера очень интересный момент, когда инспектор остановил водителя, переговорил с ним, водитель вынес пакетик, поставил под забор. Не-не-не, он ему дал в руки, в руки взял, тут пошел, потом возле забора положил, потом подъехал свой автомобиль и взял там рыбу. Рыба, пакет рыбы. Мы уточнили, инспектор говорит, да, я остановил водителя и купил у него эту рыбу. Это как? Остановил водителя и купил рыбу. Не хотите, чтобы я сейчас ответил за... Не-не, я хочу, чтобы вы просто... У нас есть факты того, что... Как минимум, в моем понимании, это нарушение служебной этики. Как минимум. Я при условии служебной... Вот, уже я понимаю, уже приятно. Ну, мы не видели, там у нас нет на камере того, чтобы он передавал какие-то денежные средства, там. Мы конкретно по инциденту с рыбой денежных средств не видели. Мы видели пакет с рыбой, который потом инспектор забрал и сказал, что он купил. Он говорит, а что, я не имею права купить? Вот такие пояснения. Да, я купил рыбу. Но мы уже видели огурцы, помидоры в Запорожье, и тут рыба сразу же пошла. Если здесь вопрос только идет по этому эпизоду, то в этой части. В этой части, как минимум, дисциплинарное застание на уровне реагирования будет. Как минимум. По всем остальным эпизодам, вы знаете, все то, что касается сотрудника милиции, проверки проводят прокуратуру. Почему, собственно говоря, вы предложили сотруднике СОК дать то, что является в порядке 251-й, хотя бы по одной кодексу предварительного доказательства. Хотя бы. Вы же прекрасно знаете, что мы просто так не… Ну, я думаю, что вы знакомы с нашей деятельностью и примерно представляете, чем мы занимаемся. Поэтому вы в скором времени все это увидите воочию, в интернете зайдете, посмотрите, как работают ваши сотрудники. Нам важно вас поместить в этот ролик, чтобы в конце было понятно, как я делал руководитель, как мы пришли. Понимаете, конечно, очень здорово, если мы будем вам приносить все на блюдечке и показывать, вот ваш сотрудник, вот он все берет, это все мы покажем людям. Вы хотите прям все же, все, чтобы вы сразу пришли и все. Вы сами разберитесь. Мы к вам пришли, чтобы понять, вот пришли сутки. Что удалось выяснить? Что поясняют данные сотрудники? Брали ли они деньги? Не брали ли они деньги? Что это за история с рыбой? Внутреннюю проверку вы обязаны провести. То, что я обязан, давайте я буду, согласно 26-й статье закона о милиции, есть компетентные люди, которые мне даются. Вы ошибаетесь очень сильно, я вам объясню почему. Я вам еще раз объясняю. Нет, это я вам объясняю, что сейчас общественность следит за милицией. И если вы считаете, что над вами нету ничего абсолютно, что над вами больше никого, выше бога, не существует, вы ошибаетесь. Просто ошибаетесь. Значит, еще раз. Нет, мне просто не нравится, мне нравится постановка вопроса вашего. Ваша интерпретация, кто выше бога, это исключительно ваше питание. Мы с вами будем вести диалоги, не только монологи. Это диалог, я вам поясняю. Пока я вам отвечаю свои действия. Я вам еще раз поясняю, что если вы считаете, что над вами только ваши руководители, которые стоят за вашей работой, нет. Я правильно понимаю, есть только два мнения, одно ваше, второе не понятно. У меня к вам другой вопрос. Скажите, пожалуйста, ваши сотрудники, которые находятся на посту, они перед кем отвечают? Перед вами? Я вам еще раз отвечаю. Они перед вами отвечают или нет? Мы с вами будем разобрать или нет? Те сотрудники, которые работают на тарелке на этом посту, они ответят? Мы с вами ведем беседу на уровне пререкания? Нет, это не пререкание, конкретный вопрос я задаю. Тогда давайте я вам отвечаю на конкретный ответ. Ответ не надо, на вопрос ответить. Отвечаю. Когда будет проведена соответствующая проверка уполномоченными органами, а решение общественности будет проинформировано. Это во-первых. Во-вторых, естественно, на данный момент сотрудники, которые несут службу, да, соответственно, мы по всем эпизодам действований проводим проверки и согласно действующим законодательству, начиная от закона по дисциплинарному уставу, заканчивая санкциями приказа 90, все несут соответствующие наказания. По всем этим эпизодам, если вы смотрели брифинг, в том числе по МТ, по крайней мере в той части, где проверка проведена и какой есть реагирование, там везде общественность. Как вы отреагировали вот сейчас на эти события? Эти сотрудники отстранены? Они сейчас находятся на работе? Они продолжают брать деньги? Эти сотрудники в данный момент, они по графику не находятся на службе. А вы знаете, что ваши сотрудники вчера, после того, как они не находились на службе, без формы, позволяли себе останавливать автотранспортные средства? И по данному факту тоже написано заявление. Без формы? Да, без формы.